Привет! Сегодня мы рассмотрим с вами проблему, которая называется проблему переобучения. Также мы рассмотрим способы борьбы с этой проблемой. Кроме этого, сегодня мы еще рассмотрим с вами, что такое нормализация, зачем она нужна и как ее применять в нейронных сетях. Итак, что такое проблему переобучения? Рассмотрим некоторую выборку, которая в нашем случае будет задаваться вот такими зелеными точками. У этих зеленых точек будет некоторый набор характеристик, которые входят в вектор x, и некоторые метки, которые здесь будем обозначать y. Сейчас мы будем рассматривать в качестве примера задачу регрессии. Однако такая же проблема наблюдается и в задачах классификации, и в задачах ранжирования. И во всех остальных задачах, которые вы можете встречать в машинном обучении. Что мы будем делать? Мы будем эти данные приближать некоторыми полиномами. Эти полиномы будут у нас n-ной степени, где n мы заранее фиксируем. Мы можем зафиксировать n равным 0, и тогда полином у нас будет равен сумма от 0 до 0 альфа n x в степени n, то есть альфа 0. И все. То есть мы с вами будем приближать вот этот набор точек при помощи какой-то константы. Мы с вами можем зафиксировать n равным 1, и тогда вот этот набор точек мы будем приближать при помощи полинома альфа 0 плюс альфа 1 x в первой степени. Мы можем с вами выбрать n равным 20. И тогда мы будем приближать вот эти точки при помощи полинома альфа 0 плюс альфа 1 умножить на x плюс альфа 2 умножить на x во второй степени плюс и так далее альфа 20 x в 20. Функцию потерь на этом примере мы выберем как сумму квадратов ошибок на каждом из обучающих примеров. Это то же самое, что и средний квадрат ошибки, но без деления на количество обучающих примеров. Что мы будем делать? Мы будем подбирать параметры альфа и будем их выбирать такими, чтобы у нас вот эта вот функция ошибок, была минимальна. Допустим, мы с вами выбрали полиномы первой степени. Тогда оптимальное решение вот этой минимизационной задачи это будет некоторая прямая, которая будет достаточно хорошо проходить через все эти точки. Видно, что вот эта вот прямая, она достаточно хорошо приближает эти точки. Однако эти точки приближены не идеально. То есть вот у этой точки есть какая-то погрешность. Вот у этой точки есть какая-то погрешность. Вот у этой точки есть тоже какая-то погрешность. И вообще практически ни одна точка идеально этой прямой не приближается. Как можно улучшить приближение этих точек? Можно выбрать полином второй степени. И тогда у нас оптимальное решение будет немножко другим. Теперь у нас эти зеленые точки будут подгоняться кривой, которая будет задана функцией α0 плюс α1х плюс α2х в квадрате. То есть это парабола. Мы подбираем эти три коэффициента и у нас получается вот такая оранжевая кривая. Что будет происходить дальше? Эти зеленые точки опять же этим многочленам второго порядка приближены не идеально. Можно увеличить порядок многочлена и, например, подбирать не три параметра, а 21 параметр. То есть выбрать степень многочлена равной 20. Что тогда будет происходить? Тогда мы получим некоторую функцию, которая будет выглядеть примерно вот так. Она будет практически идеально проходить по всем зеленым точкам. Однако вопрос. Это та самая зависимость, которую мы хотели восстановить? Возможно, здесь что-то пошло не так? Нетрудно понять, что если мы возьмем какие-то другие наблюдения из того же эксперимента, но которые просто не были включены в тренировочную выборку, у нас на этих наблюдениях получатся колоссальные ошибки. То есть, например, мы выбрали вот такие контрольные значения. И на этих контрольных значениях у полинома нулевой степени и у полинома первой степени ошибки небольшие. Но вот у полинома двадцатой степени эти ошибки стали очень большими. Несмотря на то, что полином двадцатой степени очень хорошо подгоняет наши тренировочные данные. Вот это явление называется переобучением. Это явление наблюдается как в нейронных сетях, так и в других моделях машинного обучения. Когда у модели очень много настраиваемых параметров, модель становится склонной к переобучению.